Ну, что же, конечно, это очень правильный, что День конференции посвящен памяти Монакова потому, что он с этого возраивающегося человека, не вовремя будет сказано никому, и это мое ощущение, что он все-таки самый яркий. Хотя только пришлось вот эту книгу начинайте, но я, поскольку его жене, вот, я так и скажу. Я хочу рассказать о его научной деятельности и о своей взаимодействии с нами. Сергеев пришел ко мне, вот, значит, там история была такая. Я где-то в 1971 году в Новосибирске почитал курс по тюреме и клоу, предмет тогда много было, некоторое количество людей. В 68-м. В каком? Еще в 68-м. Да, в 68-м. Правильно. Некоторое количество людей вокруг собралось, и возник такой семинар, возникла такая группа, вот, кузнецов, потом к Непре соединились. То есть целый ряд людей, живущих в Новосибирске. Потом к Непре соединился Монаков. И вот что поразительно, что с самого начала он был исключительно самостоятельным. И когда он сделал кандидатскую диссертацию, то, то есть у меня появилась первая совместная работа с ним уже после того, как он защитил кандидатскую диссертацию. Хотя в его кандидатской диссертации были результаты, по сути дела, совершенно классические. Он тогда нашел проинтегрированную цепочку ТОДА и Людмиловскую цепочку. Людмиловскую цепочку там было известно, что он ее... Ну, это, конечно, все обсуждалось у нас на семинаре. Людмиловскую цепочку было найдено силовым методом солитонное решение. Но, как с парой вся технология правой задачи была неизвестна, он это все делал самостоятельно совершенно. Одновременно, это очень-очень крутой результат, одновременно, то же самое в Америке сделал флажка. Ну, и это считается выдающейся работой. И вскоре после этого он тоже сделал самостоятельную работу. Он сделал векторное уравнение, нелегидное уравнение Шрейфинга. Он называет сейчас систему Монакова, и совершенно справедливо. И я хочу сказать, что я в этих работ просто не участник. И уже тогда еще одна работа, которая была сделана самостоятельно, это работа... Первая работа по асинтотике нелегидного Шрейфинга при больших временах. Но там было право бы найдено полку квадратного поведения квадрата, а там придуманы впоследствии поведения фазы были бы найдены наши с ним в совместной работе. Пусть это несколько лет. Вот. В общем, а то есть уже это, как мы... Потом, когда мы переехали сюда, потом мы с ним начали работать вместе уже. И первый наш результат, я считаю, совместный и очень, по-моему, сильный. Это была задача интегрирования системы трех волн, а потом N волн. Эта задача оказалась достаточно неожиданной. И там, как выяснилось, пришлось пере... То есть аналитические функции, казалось, не функции, а ее основа были более сложными. И результаты регуляции... Какой же результат получил? Примерно в то же время, если говорить с шапаном. Вот. Но тут у нас была определенная трудность, состоящая в том, что область, которой мы занимались, она была, в некоем, в смысле, новая и так далее, идеологическая. Но она относилась... И статьи было просто очень трудно публиковать. Потому что, вот, с точки зрения математических журналов, они были достаточно строгими и написаны не по математическим канонам, а с точки зрения физических журналов, они были слишком целиком математическими. Сейчас уже нет проблем поубликоваться таких статей. А тогда была проблема. И поэтому мы публиковали довольно большую статью в ЖЭСе про длительство трех волн. Мы и так сделали очень большой предприятие. Вот многое из того, что есть в этом предприятие, потом стало частью работы фокформерта, за которым он получил мускарскую предприятию. Мишин, например, это стационарное изучение со сточек и так далее. На этом же пути и было найдено... Ну, собственно, Сергей там действительно сделал очень просто красивые людей. И в эту систему погружаются, и свободное вращение твердого тела, на протестанции. Я должен сказать, что работа по теории трех волн, которую выполнил Монаков, и которая содержится в его докторской диссертации, там часть очень важных результатов не опубликована до сих пор. И я просто знаю, какие это результаты. И я думаю, что это хорошо бы Лёве Богданову, который мы его получили, значит, это заняться... Нет, я выложу, скажем, в интернете, я ломат, естественно... Я понимаю, но он так, например, там есть очень красивые результаты, которые меняют нерву трех волн. Там, например, выясняется, почему там не всегда можно вести переменные действия в угол, потому что на самом деле система трех волн не является интегрированной. Вот это вот факт, который... Вернее так, она зависит от соотношения параметра. При одном соотношении параметра она является интегрируемой, а при другом нет. Это удивительный факт. Даже вот на международном случае, там есть вот предыдущие, есть, так сказать, слияние двух волн на третью. Так вот, если в той системе герпинат, где третья волна неподвижна, эти голубые двери бегут с одной стороны, это интегрируемая система. Если они бегут с разной, то нет. Да, потому что у нее вообще есть бесконечное число интегрированного движения, но эта система не является. И на самом деле отдельное решение там можно строить, но полное решение системы до сих пор неизвестно. На самом деле, поэтому, когда мы говорим, что мы понимаем в своей интегрированной системе, то к этому надо относиться осторожно. И, например, уравнение КП-2 интегрируемо, а уравнение КП-1 нет. То есть, и у того, и у другого есть бесконечное число интегрированное движение, но вопрос, насколько я не помню. То есть, уже тогда, ну, уже тогда, Сергей, в этих работах мы, конечно, были полностью равны, и никакого отношения учителя и ученик не было. Хотя мы с ним очень много общались, и я ему, по-моему, чуть ли не каждый день звонил, очень разговаривался в своей мысли. Мы действительно общались с действием в черноголовке, чрезвычайно плотно, но он делал самоспостоятельные вещи, и сам находился за дачей. Дальше его крупным результатом очень крупным является решение уравнения КП-1 при убывающих условиях бесконечности, где он впервые заметил, что там нужно применять нелокальную задачу Геремена Герина. Приблизительно в то же время был сделан другой группой, Барьяковым, ФОКС и АВОИС, да? Да, да. Дальше эту проблему для КП-2. И была сразу видна очень большая разница, что эти системы... Сейчас, естественно, патики у них совершенно разные. Вот это очень крупный результат, очень крупный результат. Далее, вот тут... Дальше надо сказать, что мы занимались развитием метода одевания. Вот то, что я сегодня буду рассказывать, это тоже метод одевания. Метод одевания придумал в первом варианте, если не большая. И... Но вначале он как-то был совершенно не связан с известными методами построения лаксовых пар. Это соединение произошло в нашей соответственной работе в 74-м году. И она... И с тех пор уже в этом ключе все и шло. Но потом выяснилось, что там есть много очень разных вариантов. В частности, вопрос о том, как применять методы одевания к системе типа ГАРП-5, в офис одномерном. Ну, вопрос о том, как применять к одномерном. Система была более-менее решена в нашей работе в 1779-м году. А вопрос о том, с кому была локальная маточная задача именно. А вопрос о том, как применять это дело к утрес одномерным системам. Ну, он там достаточно открыт. И... Он высказал идеи, которые мы уже вместе развивали. Я должен прямо сказать, что в этих работах. Все-таки он был лидером. У меня до двух... Нам это приколили две совместные статьи. Но он, по сути дела, одну и ту статью в двух вариантах. Но я должен признать, что его лидерство там, безусловно, было. Ну, ну... Потом мы тоже сделали с ним еще одну работу. Про... И систему... Элективистские... Эти работы он известны. На принципе, их сейчас все равно будет использовать. Потом их развивал. Багдаров и... Сенчуков. А... Так же, другая работа, которая... Сенчуков классировал, тоже вообще не видел. Это... Мы впервые сделали... Приинтегрировали религийский вариант. То есть, систему в автоседномерий. Такое вот... Некое такое... Киральное поле. Там возникла... Качественная обратная задача. Маточная задача. Это... Радон. Да. Довольно красивая штука. Это... Эти работы... Это было еще, правда, в 81-х. Эти работы тоже получили от того, что... Радон. Ну, как всегда... Ссылаются... Сначала первый раз ссылаются на нас, потом уже на себя. Кетчин там... Ну, надо так сказать, очень крупные люди. Часто занимаются вами. Вот, собственно говоря, после этого мы совместно уже не работали. И сделали тут две коротенькие статьи уже в конце 90-х. Последняя наша работа была. Всего я опубликовал с Монаком 14 статей. Ну, я думаю, что он опубликовал еще раз в оборе статьи свои с другими, с авторами и самостоятельными. Полное количество работ у него уже не так легко. Но, тем не менее, все эти работы очень значительные. И вообще, конечно, вы вклад в развитие вот этого не применения математической физики. В высшей степени существенно значим. И даже в будущем году будет конференция в Италии. И, поверьте, традиционные конференции, которые происходят в лечо, в обауе. Ее будут только освещать правительству Сергею Монакову. Еще я хочу сказать, что в последние годы он не рада, что у него были проблемы со здоровьем. Он точно очень активно работал, но совсем уже в другой области. То есть, вероятно, не в другой области. Он занимался изучением беддисперсионного предела интегрируемых систем, и, в частности, тогда одно из них возникает, как известно, ударная волна. Собственно говоря, они вместе с антидеришами просто читаю классическую задачу гидродинамики. О том, как образуется ударная волна. Но ударная волна в большей части изучалась в одномерной геометрии. На самом деле геометрия ударной волны, возможно, трехмерная. И когда ударная волна возникает сначала в какой-то точке, возникает такая зона, в которой расширяются. Вот. И в этой области задача интегрируема. И они ее просто решили блестящим образом, при помощи. Какой очень красивый такой, в науке, тоже применивший метод одевания. В случае, когда акция-операторы представляет собой векторной паре. То есть, я хочу сказать, что совокуплен вклад в его, конечно, очень высоко. Важно, он очень был. И, конечно, у него было именно… Характеризм его был именно такой, в общем… Я бы сказал, что еще его работы с эстетической точки зрения очень хороши. Они всегда отличаются. В общем, большое изящество в конструкции. И, как бы, такой экономностью построения. Там не было лишнего ничего, а любительного. То есть, у него было очень разница, чувство вкуса. Ну что же, вот что я могу сказать. Конечно, он ушел до времени. Ну, ну, после тех проблем создавая, набираться на легкую и прочее всего. Это уж не того, что он, пожалуй, души на себе будет делать. Потому что он-то, на самом деле, как он у нас в своем настроении, все скоро кончится. Ну, вот, пожалуй, я на этом и завершу. История восприятия. То есть, мне кажется, что Иисус Ван Тарова украсил свое присутствие. Володя, а он был нашим физмошкольником? Да. Он был физмошкольником. Какой-то 11-й? Он был в первые 12 лет. Второго? И второго. И второго, когда входит. Он был физмошкольником. Он целиком поменится дитя этой, ну, у тебя, с Кадемгородка. Со всеми. Так, короче. Ну что же. Хорошо, теперь я хочу рассказать работу, которую, которую, вот сейчас, в каком-то виде закончена. Сейчас так я пишусь. Она сделана с моим младшим сыном. И восток. Он был на раке. Он был в прошлом, который позже, потому что… Он был в школе. Он был в Штинге. Крым не был в школе. Он был в школе. результат was obtained in collaboration with my junior son, Midri, with pure mathematics and the expert in all the laboratory and his assistance with participation was very crucial because I'm actually not an expert in this area and this is everywhere we also intersect is quite good. Let me, so I will speak again about Gretz's method. I mentioned Gretz's method when I was speaking English and Gretz's method was in the first version was invented by Alexei Shabbat then in our work during the, well, 71 or 72, I would say, your paper is done, when? Same spirit. No, at the national service, same spirit. Same spirit. Ah, same spirit. Then in 74 was a joint work and what I will do is now I will go to the joint work. But a little bit different version. So what is the essence method? It's a method how to construct both integrable system and these exact solutions. And then you start this method V. You don't know what kind of solution you can find. You find the local solution probably there is similarity somewhere. This is a subject for a national investigation. Now the version is following. It's better to explain this method in terms of Riva-Kindra problem. So, suppose I have analytic function in a K-prin, it's color analytic function, which is normalized by condition. That's the unity and infinity, it has asymptotic expansion at infinity, like that. It has a cut on a longer real axis. So, limiting values are plus minus, K plus minus. And there is some functions. And there is some functions here and K, such that on the real axis, limiting values are connected with the following relation. This is a good traditional ribbon problem, symmetric and traditional ribbon problem. Now, now this function has spectral representation. So, C of K should have some properties, like C of minus K is one over C of K, actually. What? Can you look on the previous slide? This is function C of K should have some property, right? C of minus K is one over C of K. If minus K and K are not connected. Minus K, ah, because C. And then, if the my function has a spectral representation, like that, where the R is a spectral density, jump from the real axis. So, if I introduce the real form of this function C of K, and the real form of this function. Define it like that. X minus Y, so K and F are connected with the matching equation. Now, potential is full, this U and X is following. And you can say that K satisfied with the Riemann here, but to the D-bar problem such that derivative by D-bar is delta function on the real, of O. Imaginary is so concentrated. And now this function K, if I multiply it to I and K satisfied with Schrodinger equation. And C is just a reflexive coefficient. If we, so equation is, so if we send a way from positive infinity, this moment of minus K, it earn gain. The reflection, and there will be some transition coefficient, but C squared is less than one. So far, if you solve this equation, you have no distance spectrum. You can add distance spectrum. You can add distance spectrum if you consider your D-bar problem. The following form, you add functions and set of delta functions. Now, if suppose K is zero, you know, of course, you can combine, so if K is zero, it reflects less potential. Now, the solitonic solution is given by a following system. Usually, traditionally, it's considered that all Kappa are on the one half axis, positive or negative. But it's not necessary, they could be somewhere, everywhere, but it must be very strong condition that the denominator should not be zero. It means that, so now it's a real axis. The real axis is imaginary axis, this condition is what? Now, if C, if C on K less than one by modulus, and the number of soliton is finite, we get a solution which is decaying in both directions. Can we construct what is method? Potentials which are not decaying, at least in one direction. Well, you can do this in the framework of this model if you assume that your C is one in modulus. It should be multiplicity, it's like this. So that it's a complete reflection. And then, quasi, in this W-KB limit, you will get the other equation solving the classical inverse problem used by the physicists in seismology. In this case, the potential is positive. Also, you can assume that your, for all solitons are, balls are positive one, half plane. And assume that your function is presented like that. So if you have an infinite number of continuous distribution of solitons, now you will get a solution like that. It becomes dimensionless potential. I mean reflectionless potential is not decaying in one direction. You, of course, make a combination of these two cases, but in both cases you will get a solution which is decaying at least in one direction. So the classical method of marching curve does not allow to construct solution which are not decaying, bound. For instance, periodic solution requires periodic solutions. But, of course, we know that such solutions do exist and they are presented by n-zone potential and constructed in terms of jacovic theta functions, in the simplest case, in terms of elliptic functions. And the question arises, can we construct these solutions by some modification of the dressing method? Before I present you a positive solution of this problem, I just say a little bit about this situation. Suppose that C and K is equal 1 at certain interval, K, between K2 and K1. And, of course, it is reflected interval. And its C and K is identically zero outside of these two intervals. What's that? It will be potential which reflects completely a certain spectral band and transparent for other part of it. Such potentials are realized in nature on wings of butterflies. The wings of butterflies, well, they are very colored. Of course, it will just look like a colored, very brightly colored, me too, right? It's only one color. But, interesting that, say, potentials are not described analytically so far. And this is an interesting question for consideration. But they are a solution of much in great vision or this tradition of the one problem with a special choice of C. Of course, we can make several bands and combine colors. So, now I introduce a new object. Oh, I'm sorry. I should go. The secret of butterfly, right? But it was a funny story when chemists, they were so impressed by bright color of wings. They had an idea to get some dye from butterfly's wings. They start, when they start to look at these wings. In microscope, they found that only colorless protein made it. So, this potential should be, should have asymptotic like, like if k naught is the middle of this interval, like sine k naught x by x and infinity. So, they decayed. So, they decayed when slowly. And now, what I introduce now, it's another type of Riemann-Hibro problem. I call this symmetric Riemann-Hibro problem. Symmetric Riemann-Hibro problem is defined forward, but all way. Suppose I have an analytic function, which has a pole that k equals zero, and a symmetric cog, but not to infinity, in some interval, minus n to n. Along the real or along the real axis? Along the real axis. And so, again, it has asymptotic infinity, like that. X naught is like that, this phone, yes. And spectral representation near the real axis, it looks like that. Plus, minus. This is integral in principal value. Now, I introduce k, plus, minus, and minus k. But, it's not exactly, with, 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 with minus k. See, because I will change only sign of real part, but keep the signs of imaginary part. So, actually, it's a real, it's an asymptotic value. When you, it's an asymptotic value of function, which you have, you have, you have, minus k star, meaning k bar. And I will define, I will claim that my, my function defines, satisfied with the symmetric dream of, with, with problem k. The following condition is, is satisfied. Where i from k is some real function of k. This condition must be satisfied only on the card. Notice that, because it's, it's, it's applied simultaneously to plus and minus. Sometimes, certainly it's correct, it's called, calls for difference in them. Then the jump. And what is alpha? Alpha is arbitrary function of. Habit. Real, yeah. And you must, you see that, you simplify to this condition, but then you change k to minus k, you make it compatible. You find that your k of i must be odd function, so r equals 0, 0, it means that this condition do not impose any restriction to the residue in k equals 0, if the residue looks indefinitely, so far. Okay, now I say that probably this is too general statement, and we have made problem in more specific. So, we, 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 we will separate some set omega. I call this spectral set. And I consider that, that, by the way, this function, now the jump on, 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 is defined by, can be expressed through one function defined only on for positive k. f and k, actually f and k, real function. And so, f and k, suppose a set where the k, f and k is not 0, I call belonging to omega and other, other function, if, if, outside of the set f is 0. So, now integration is going forward. And, again I claim that my function, solution of this equation is a solution of, generated solution of Schrodinger equation. And, if k belongs to, the spectrum of this operator is following. First it includes all regular axis and then some parts of negative axis. And the negative axis are exactly. Yes, there are bands of, it's, 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 it's a very delicate question. It's a very delicate question. There is some set. We don't know which, which one. But, what I can say is that this set could not include this, isolate points. Otherwise, you can immediately get a contradiction because your solution would be. But, it could, it could be like a counter set. But, so far, we study all the situation when the set is, is a, is a, is a, unification of five intervals. In this case, so if k belongs to omega to k minus k squared belongs to the spectrum of operator. Of course, if you just define a spectrum of operator, you do not define operator because it's not enough information. You need to, you need to know something more. And, this additional information is, can see, uh, concealed in, hidden in this function. Okay, alpha of k. Okay, of course, yes, if you now suppose your, your alpha is, is, uh, so alpha is odd function. If your alpha is, depending on time like this. So, you use the solution of r-directed frequency. But, I claim that this solution r do not decay to infinity. In both directions? Both directions. Uh, and, uh, and, uh, and I formulate the question, uh, on the language in terms of quantum mechanics. So, if, if, is, energy. So, if we have a, a periodic, a periodic structure. the spectrum consists of infinite number or infinite number of forbidden and loud zones where in the loud zones the particle can propagate freely. Now suppose you have a spectrum that consists only one zone where the particle can propagate freely, but the system is not created. что существуют такие структуры? Я думаю, что люди должны согласиться, что это действительно интересный вопрос. И что мы сейчас делаем, мы строим такие потенции. Окей. Ну, об этом, симметрик Ремони-Hilbert проблем. Таким образом. So, this product is completely defined by one function, G on K, defined on positive part of omega and set of omega. Now, suppose that set of omega consists of only one, two intervals, two intervals, symmetry, of course. Intervals between K1 and K2, minus K1 and K2, so we introduce delta is, I shouldn't write it, just half. So it's a K1, it's K2, this is K0, K0 is one half, K1 plus K2, and delta is one half, K1 plus K2, K1 plus K2, and the function G, defined on this interval, minus K2, G now is defined on the interval, minus delta delta, G, function like that. It's satisfied to have critical equation of the first time. This is novelty. So far we had a, only, the Gold equation of the second time. And the Gold equation of the first time is, generally, it's a, really dangerous, object, it could probably, unclear, have it solved, have it solution or not. But I must say that this equation is of a determinant, because, the under-determinant, sorry, because we have, we have a function a on x, a residue in K0, and so far, no restriction on this residue. The restriction of this residue can be obtained from conditional resolvability of this equation. Let me make a double, additional constrain, that the function G is zero at the end of the interval. G plus minus K is zero. it's after that the natural condition, because it's, 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 density only stays, and, of course, zero. Then I, what I will do, I will split. Look at this operator. Look at this part of operator. This is a very good operator, right? just a completely continuous operator, satisfied with you, regular operator. But this operator is, of course, I must say that this integration is going over in the sense of principle. This is a singular integral equation. And, as usually people do in the case of singular equation, we separate singular and regular part. And I can present my equation like this. H naught of G is H1, plus F, right, 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 and, H1 now, is the following operator. Now, you see that, because we have, we, we subtract one from cosine, here, one, at P equal Q, this is a regular function, no singularity. And so, only singularity is here. And if I would, inverse this operator, actually, which is Hilbert operator, I, I would go to, complete the regular situation. However, is it possible? there is a following condition, for very nice ideas, you see, that the Hilbert operator, applied to, function one minus, Q squared is zero, for, inside of the interval, inside of, it is zero, of course, if for K, for P, less than one. Why it's happening? Well, because, because this function, it's very easy, to see. This function, root square minus, square, is real, in, in this interval. Uh, anyway, it tends to zero, at infinity. So, it's, if it's real, the imaginary part, is given by, Hilbert transform, so, Hilbert transform, so, Hilbert transform is zero, in this interval. So, of course, this condition, holds only for P, less than one, but we don't need more. As far as this condition is imposed, so, it means, that this operator, has a, 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 I must demand, that the right hand, a, 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 alternative, a, 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 но в том, что мы можем уникать функции, резин функции 0.0 Это не только в этом случае потому что лук альфа если альфа из то 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 это 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 и это то что это было homogenous in X? What you meant? Homogenous... You mean the... Statistically... So suppose we consider for example density of this returning guess. Ah, homogeneous, yes, yes. Of course. Statistically homogeneous. Of course, statistically. Statistically homogeneous, yes. Automatically one by one. So... No questions? Ok, let us... Thank the speaker again. Now the next speaker is... Zaino Finitsou.